Театральный марафон шагает по стране. Всероссийская акция стартовала во Владивостоке и до конца года доберется до Калининграда. Во время своеобразной эстафеты театральные коллективы из разных городов отправляются в гости к своим соседям. К концу июля очередь дошла и до нашего региона. В Ивановский театр «Кукол» пожаловал Владимирский драматический театр. Мы очень рады быть именно в Иваново. Вы наши соседи, вы наши друзья. У нас давние творческие и традиции, и связи. И поэтому мы, конечно, очень рады, что мы приехали именно к вам и передаем этот прекрасный, очень красивый, очень стильный символ театрального марафона именно здесь, в Иваново. Гости из Владимира привезли в Иваново не только символ марафона, но и три замечательных моноспектакля из своего репертуара. Они придутся по вкусу прежде всего молодой публике. Все спектакли, знаете, такого, можно сказать, философского направления, но это не значит, что они для умудренных опытом люди. Наоборот, это все спектакли для молодежи, для того, чтобы они либо узнали произведения лучше наших классиков в том числе. Но самое главное, конечно, мы хотели привести в Иваново молодых актеров для молодежи. В гастроли Владимирцев открывает моноспектакль «Наташина мечта» по пьесе Ярослава Пулинович. Трогательная история о юной девочке из детского дома, которая грезит о счастливой жизни. До этого меня никто никогда не спрашивал, какая у меня мечта. В постановке есть простой и понятный широкой аудитории юмор. Однако к финалу от него не остается и следа. История Наташи заставляет зрителя задуматься и решить для себя, принимает ли он ее саму и ее поступки или нет. Это девочка 15 лет, которая попала в детдом, у которой мама сидела в тюрьме, потом ее убили. И вот эта нелегкая судьба и ее потребность в вырывании своего счастья в ней, наверное, пульсирует. А дети, которые живут в детдоме, у них же они живут одним днем, им ничего не страшно, потому что от них родители отвернулись. И для них это очень большая психологическая травма. И как могут, так и берут свое счастье. В фойе театра для зрителей развернули интерактивную фотозону. Каждый желающий может стать частью театрального марафона. Каждый зритель, пришедший на сегодняшнее мероприятие, может сфотографироваться в пространстве театра. И в режиме онлайн-времени фотография распечатывается у нас на принтере. И каждый человек может приклеить ее в соответствующую ячейку. И в результате у нас соберется символ всероссийского театрального марафона. И далее это фотопанно остается в подарок театру. Трехдневный визит владимирцев в Иванове завершится 25 июля. А уже на следующий день символ театрального марафона отправится в Кострому. Там наш регион представит Кенишемский драматический театр имени Островского. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.